Иногда бывают моменты, когда нам нужно переконвертировать видео из одного формата, ну, говоря привычным языком, в другой. Например, мы имеем файл с расширением AV, а нам нужно сконвертировать его в MP4. Это может понадобиться в совершенно разных случаях. Одним из таких случаев может стать тот факт, когда, ну, например, Vegas напрочь откажется принимать какое-то видео для монтажа. Ну, в разных контейнерах разные кодеки, помним, да? Так вот, иногда бывает проще всего сконвертировать такое видео и потом уже без проблем с ним работать. Ну, или также иногда бывает нужно переконвертировать видео для проигрывания его на каком-то носителе, который читает только определенные форматы. В общем, причин может быть много. Собственно, поэтому данный урок я и решила для вас записать. На самом деле, программ, позволяющих переконвертировать видео из одного формата в другой, существует довольно много. Я познакомлю вас лишь с теми, которые использую сама время от времени. Итак, если вы изучали мой курс по качественной записи голоса на компьютер, там я показывала, как работать в программе AVS Audio Editor. Кстати, рекомендую, очень хорошая и простая в работе программа. Я купила на нее лицензию, стоит она недорого. И у разработчиков есть такой приятный момент, я бы сказала, бонусный, суть которого в том, что если вы покупаете ключ к одной их программе, то этот же ключ можно использовать и с остальными 10 или 11, не помню, программами. Почему этим не воспользоваться, подумала я и решила познакомиться с некоторыми другими программами. Первая из них называется AVS Video Remaker. Она, конечно, по большей части предназначена для того, чтобы элементарно можно было откорректировать видео. Ну, например, подрезать или обрезать, можно также сделать меню и быстро сохранить его без перекодирования. Я попробовала с ее помощью перевести видео из MP4 в AVI, и приятно удивилась, что видео перевелось очень быстро и в качестве оно при этом не потеряло. Перевести же видео из одного формата в другой в ней очень просто. Запускаем программу AVS Video Remaker. Как видите, она очень простенькая. Закидываем сюда наш видеофайл. Далее нажимаем Start. Выбираем настройки видео. Единственный минус, что вариантов здесь довольно мало, так что не разгуляешься. Я обычно выбираю AVI. Настройки аудио я оставляю такие. И нажимаем Start. Видео переводится реально очень быстро, долго ждать не нужно. И, как я уже сказала, очень и очень хорошо сохраняет качество. Вторая программа, которую тоже стоит использовать, называется AVS Video Converter. Вот это уже программа, как раз специально предназначенная для конвертации видео. Пользоваться ею также очень просто. Запускаем ее. Добавляем наше видео. Выбираем, куда именно оно должно сохраниться после конвертации. Выбираем формат, в который хотим перевести видео. Кстати, вот здесь прячется еще несколько форматов, доступных к использованию. Давайте выберем MPEG. В поле Профиль указываем подходящие нам параметры. Мы, кстати, можем развернуть опции и увидеть более подробную информацию. Ну а когда у нас все настроено, мы нажимаем Start и дожидаемся окончания конвертации видео. И третий вариант, с которым я хочу вас познакомить, это вот такая программка, которая называется XVid for PSP. Ссылки на сайты с этими программами я вам также дам. XVid for PSP – отличная бесплатная программа, которая подходит и для macOS, и для Windows. Это программа для удобного и качественного конвертирования видео и аудио. Она не требует установки. И что самое классное, она не зависит от системных кодеков и каких-либо компонентов системы. Все уже есть у нее внутри. Пользоваться ею также очень просто. Запускаем программу. Далее добавляем видео в нашу программу. И далее в разделе Кодеки. Вот здесь справа выставляем нужные нам настройки. Например, давайте выберем контейнер MP4. Остальные же настройки я бы, пожалуй, не меняла. Единственное, вы можете вот здесь вместо HQ выставить GQ, чтобы немного уменьшить вес выходного видео. Хотя я этот параметр не меняю. И знаете что? Когда я впервые применила в работе эту программу, я была просто шокирована тем, что сконвертированное с ее помощью видео разительно отличалось от исходного по размеру, но практически никак не уступало по качеству. Представляете? Я для наглядности предварительно для вас сконвертировала видео первоначальных уроков этого курса, и вы сами можете убедиться в сумасшедшей разнице в весе этих видеофайлов. Это один и тот же урок. Хотя качество очень хорошее и там, и там. Поэтому использовать программу X-Vid for PSP я бы рекомендовала вам для уже полностью готовых видеороликов, чтобы уменьшить их вес и обеспечить удобство просмотра на разных устройствах. Что ж, на этом я буду заканчивать этот урок. Берите данные способы конвертации видео на вооружение. Ну а мы переходим к основной части курса. Жду вас в следующих уроках. Субтитры подогнал «Симон»